Здравствуйте, товарищи! Главное, славное, славное, славное! Поздравляем вас! Днём защитника Отечества! Ура! 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 По-военному точно и по-праздничному торжественно. День защитника Отечества в Самаре начинается на площади Славы, у Вечного Огня и Грильев, оскорбящей Матери Родины. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания. Затем торжественные церемонии возложения цветов. В ней принимают участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин, главный федеральный инспектор Сергей Чабан, председатель губернской думы Виктор Сазонов, глава Самары Олег Фурсов и председатель городской думы Галина Андреянова. Отдать дань памяти воинам, погибшим за родину, пришли почетные граждане города и области, ветераны вооруженных сил и нынешние военнослужащие, представители политических партий и общественных организаций, патриотических клубов и учащиеся кадетских школ. Человек, который гордится тем местом, в котором он родился, который в любой момент может защитить его, защитить своих родных и близких. Это и есть защитник отечества. Я вообще хочу стать военным. Я сделаю все, чтобы попасть в вами, если так говорить. Впервые в этом году возлагают цветы к памятнику маршала Советского Союза Дмитрия Устинова, героя Советского Союза, дважды героя социалистического труда, министра обороны, уроженца Самары. Знакомые с ним лично называют его самым человечным и понимающим министром обороны. Самара должна помнить родившегося на этой земле человека, который стал гордостью Советского Союза. В годы войны руководил сложнейшим министерством, наркоматом и после этого руководил вооруженными силами и под его именно командованием все мы проходили офицерскую службу. В церемонии приняли участие военные, делегации от городской администрации и школьники. В изложении цветов к памятнику маршала Устинова городские власти предлагают сделать традиционным. Марина Матвеевична, Максим Гусев, События.